На ледовой арене дворца спорта Олимпийский хоккейный матч в самом разгаре. Правда, тренировочный. Зато здесь все по-настоящему. И силовая борьба, и меткие броски. Вот только на трибуне всего два зрителя. Но какие? Министр спорта Олег Матыцын и глава региона Павел Малков. Олимпийский – финальная точка спортивного маршрута чиновников. Здесь же встреча со спортивной общественностью. Павел Малков отметил, что развитию и господдержке физкультуры и спорта в регионе уделяют особое внимание. Павел Малков рассказал, что в прошлом году в регионе уже открыли три фока в Сараевском, Милославском и Скопинском районах. Началось строительство нового в микрорайоне Торфмаш. До конца года в они достроят крытый футбольный манеж. Параллельно идет ремонт стадиона «Спартак» и легкоатлетического манежа «Юность». В ближайшей перспективе – фоки в Сапожке и Ухолове, а также два крытых катка с искусственным льдом в Рязани и Скопинском районе. А благодаря частным инвестициям появится новая современная теннисная площадка в Солочи. По словам министра спорта Российской Федерации Олега Матыцына, внимание спорту регион оказывает самое серьезное. Есть хорошая база для развития талантливых спортсменов и для занятия массовым спортом. Здесь работает профессиональная команда. На каждом объекте, где я был, вижу, что и в руководстве очень заинтересованы профессиональные люди. Жизнь на объектах идет, причем работа ведется как по развитию массового спорта, так и профессионального спорта. И это, наверное, залог успеха. С одной стороны в спортивной отрасли, с другой стороны мы спорт рассматриваем как очень важный фактор стабильного развития региона. Я очень рад, что у главы региона такое же понимание. Олег Матыцын добавил, что в регионе есть все для успешного развития отрасли. В первую очередь, это готовность руководства региона изучать и внедрять лучший опыт. Работать в команде с профессионалами, энтузиастами, учитывать пожелания и предпочтения людей. На встрече со спортивной общественностью речь шла о реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Поддержки школ, Олимпийского резерва, перспективах допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, а также создании адаптивных спортшкол. В завершении мероприятия министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын вручил представителям спортивной сферы региона ведомственные награды.